здравствуйте уважаемые коллеги с вами евгений продолжаем изучать мастеркам и сегодня я хочу обсудить с вами такую тему как открытие файла в мастерками кажется тема очень простая как бы даже элементарная потому что в новых версиях современных программ даже многие на это не заостряют внимание просто берут и перетягивают тот или иной файл другую программу это называется drop and rock драк прошу прощения опять же за свой английский где вы просто берете и перетягиваете и сегодня я предлагаю вам попробовать немножко углубиться в эту тему первое видео которое на данную тему я записывал было записано по моему 2011 году был тогда еще мастеркам x6 там были свои нюансы но сейчас мы с вами немножко вспомним азы и базу поэтому мне сейчас вот открыт solidwork первоначально что на что хочу немножко обратить ваше внимание перед тем как мы начнем делать какие-то манипуляции переключаться с одной программы в другую обратите внимание как расположена оси в solidwork где вот у нас находится z и мастеркам вот у меня есть этот файл который был solidwork я его просто беру и перетягиваю мастеркам просто перетянул детали оказывается на среде мастеркам а все легко и просто нажимаем изометрию и видим что вот это вот z ось у нас направлена вверх и деталь стоит блоком то у нас получается здесь прошу прощения вот так вот видите что z идет вверх поэтому если вы сами чертите solidwork моделируете то учтите что при таком импорте детали вам надо будет мастерками разворачивать данную деталь принципе простой метод был перетянули и все но если мы с вами немножко давайте углубимся в эту тему то сделаем как через open да сделаем такую вот манипуляцию то здесь появится такая окошечко как options нажав на них мы можем выбрать некоторые параметры которые будут очень для нас полезны и интересны именно в дальнейшем поэтому что мы хотим импортировать тело либо поверхности давайте будем идти по порядку ставим trim surface это будет отсеченные поверхности нажимаем ok и ok кажется ничего не поменялось но если мы зайдем в слои мы увидим с вами не одно тело как было до этого а сорок одна поверхность что это значит что у нас тело превратилась в набор поверхностей сейчас я скажу именно только свое мнение я не считаю что этот метод хорош мне кажется проще затащить одно тело твердотельно этот solid и после его уже разбить на поверхности на отдельный слой и и уже дальше с ним работать но если вы считаете что для вас этот метод подходит то ставите галочку и получается данная такая вот ситуация давайте будем изучать вопрос дальше опять же нажимаем на options не хотим прошу прощения не выбрал тело options дальше что мы например допустим здесь ставим галочку edge curves это будут дополнительные такие геометрия будут криво ну сейчас давайте лучше нажимаем ok и посмотрим это вот будет вот эти вот прорисованные грани такие вот они конечно хорошо допустим при работе с ограничениями особенно когда вы обрабатываете какую-то сложную геометрию чтобы фреза не делал лишних движений вы ставите это ограничение и фреза не идет дальше него но что мы видим дальше что в слоях появляется уже сто девять элементов и все они находятся на первом слое то вам теперь придется делать например второй слой выбирать каркас на вот эту геометрию переходить на второй слой передвигать ее начинать вот разгружать у меня там была десятка стоит на десятый слой на второй давайте допустим можем перекинуть какие-то вот эти вот поверхности как move здесь выбираем select 2 окей и что мы делаем например передвигаем move то вот видите получается что надо будет опять же работать со слоями может быть это вам удобно может быть нет выбор опять за вами следующее что мы можем сделать давайте это отключим вернемся к солиду вот здесь хороший такой момент как импортировать историю солидворка это вот эти вот все эти элементы но хочу вас предупредить о том что также у нас масштаб стоит один к одному например если у вас будет также включена вот здесь вот эта галочка чтобы появились вот эти вот грани то что может как это может быть чревато во первых будет дольше идти обработка здесь здесь получаются дополнительные слои и здесь да можно будет увидеть вот эту вот геометрию чтобы ее изменить но так как у нас уже создана вот эта вот каркасная геометрия она привязана к исходному вот этому твердому телу и редактировать к сожалению можно будет только вот этот вот элемент который отвечает вот за эту высоту к сожалению вы здесь не можете поменять как в солидворке например например вот этот вот скетч например вы ставите здесь 200 и у вас программа автоматически все пересчитает здесь например мы можем поставить ну допустим давайте сделаем на 10 миллиметров ее длиньше сделаем и мы видим что вот эта вот каркасная геометрия не перестроилась поэтому если вы сейчас опять же здесь поменяете радиус он перестроится но вот эта вот каркасная геометрия и та же геометрия которая была отвечала за вытягивание вот этой вот бобышки верхней не перестроится поэтому надо ли вам импортировать вот эту вот каркасную геометрию вы опять же выбираете сами для себя давайте откроем опять же наша с вами solidwork модель и в принципе наверное здесь можно system это не так интересно с другой стороны давайте сейчас опять же зайдем в solidwork сделаем изометрию и сделаем небольшую такое как лайфхак создадим новую систему координат поставим ее в этот угол зададим что z у нас будет вверх идти x у нас будет идти в эту сторону нажмем ok переназовем ее как new g54 origin и здесь уже по факту мы возьмем и сохраним как файл save as сохранить как выберем parasolid и нажмем на options в принципе мы видим что solidwork предлагает нам сохранить нескольких форматах для импортирования в мастеркам я считаю опять же я считаю что одно из лучших это parasolid плюс если мы сейчас сделаем здесь такое вот изменение как output координат систем координаты систем мы возьмем не по умолчанию не по дефолту вот это вот а наше вот это вот у g54 то получится небольшое изменение то есть когда мы с вами перетягиваем даже перетягиваем мастеркам пара solid ну там скорее всего у меня были включены настройки предыдущие поэтому тоже надо будет это очень то вот это вот новая система координат как раз будет уже располагаться так как нам например надо при обработке данной детали поэтому опять же если вы в одном лице являетесь и конструктором и технологом которому скидывают эту 3d модель то вы можете сами придумать где вы хотите ставить этот ноль и уже не в мастеркаме например исправлять данные какие-то элементы а уже в самом solidwork предварительно поставили вот эту систему координат импортировали в solidwork и уже начали работу давайте сейчас здесь нажмем на пара solid нажмем на options да и вы видите у меня стояло вот это вот edge curves solid хорошо соглашаемся нажимаем open вот теперь мы с вами импортировали твердотельное тело в мастеркам нажмем здесь убедившись что да у нас один с вами solid он находится у вас на первом слою или слое и теперь как прошу прощения можно сделать те манипуляции такие как первое разбить деталь на плоскости на поверхности заходим сюда surface и здесь выбираем from solid здесь выбираем все тело вот здесь вот и соглашаемся мы видим что вот у нас появилось тело состоящее из поверхностей классно классно в один клик это все сделается и а опять же остается исходный файл solid твердотельной модели в следующий момент мы хотим создать каркасную геометрию вот это вот заходим в wireframe curve all edges опять же выбираем все тело нажимаем and selection здесь можно допустим пару моментов по поводу вот этой вот функции например делаем все допустим здесь вот можно нажать допустим both это все будет только здесь то что будет внутри сейчас нам надо вот это both здесь как бы я покажу чуть позже нажимаем например ok классно у нас с вами получилось 68 элементов вот у нас с вами каркасная геометрия захотели работать в каркасной геометрии вкручили этот слой захотели работать с поверхностями включили этот слой захотели работать с твердотельным включили первый слой а теперь по поводу вот этого да там all edge и все остальное дополнительные настройки смотрите создадим еще например четвертый слой полщину поменяем немножко и цвет давайте я поменяю на какой-нибудь оранжевый выбираем здесь несколько элементов вот мы видим как они выглядят здесь можно поставить both но вот если мы сейчас здесь вот ignore shared edges то мы вот убираем вот это вот обратите внимание вот этот вот элемент перехода такой если вы работаете например с каким-то ограничением что вам надо вот обработать только вот эту вот поверхность то хорошо если вам надо обработать например только вот эту то обязательно вот этот вот надо оставлять давайте сохраним отключим отключим отключаем да там также хочу обратить ваше внимание создадим еще один слой что здесь у нас с вами стоило 3d да если мы с вами перейдем в 2d и опять же выберем вот этот элемент то он у нас не сработает а нет он сработает но он будет плоским он не будет обтекать давайте например напишем 500 и мы его поднимем на высоту аж 500 миллиметров от нуля то он будет выглядеть вот таким вот образом согласимся и посмотрим на все это сверху да мы получаем проекцию сверху но единственно то что вот этот вот у нас переход он будет отсутствовать по такому же принципу работает вот эта вот функция но единственное что при использовании вот этой функции идет более точная как бы сказать а здесь могут появиться какие-то сплайны и еще остальное а здесь он больше рассчитает как дуги по-моему это было так в одном вебинаре нас этому учили но вот получается так так поэтому так же вот не забывайте здесь вы работаете в 3d либо в 2d и поэтому относительно от этого вы что можете получать как говорится объемную деталь либо какую-то вот такую вот как плоский контур давайте можно оставить что еще хотел вам такого показать в принципе наверное на этом будет все что еще можно если вы работаете например с какими-то другими элементами и форматами которые вы вставляете сюда то не ленитесь например вот на автокад тоже нажимать на перед тем как нажимать open нажимайте здесь на options и тоже смотрите что вы можете как с ним поиграть и что может из этого получиться вот на сегодня наверное все спасибо за внимание так что давайте до новых встреч всем пока пока